Всем привет, вы на канале The Box, меня зовут Болодя. Ну что, друзья, сегодня я вам докажу, что мощные игровые смартфоны могут быть и бюджетными. Да, потому что я нашел много недорогих мобилок с крутыми экранами, с мощными процессорами, с игровыми разными фишечками, а в самом конце я вас еще и познакомлю с самым лучшим Redmi, который идеально подходит для игр. И вот он вас точно удивит, потому что такого соотношения цены, мощности и качества нет ни в одном смартфоне, не говоря уже о игровом. Так, короче, давайте не трать время и не зря подписки, если вы еще до сих пор не подписаны. Хотя, честно сказать, это как-то удивительно. Лайк, получаем. Но для начала у меня для вас полезный совет, который вам точно сэкономит деньги. Вот если вы, например, сейчас выбираете себе беспроводные наушники и думаете, что чем дороже, тем и лучше, то это совсем не так. Потому что, например, компания OneMove выпустила отличную гарнитуру ColorBuds 2. И вот ее фишка в том, что за небольшие деньги вы получите крутой звук и еще шумоподавление. Притом эти наушники еще и держат заряд около 24 часов. В общем, это отличные беспроводные наушники по соотношению цены и качества. Ссылка на эти наушники будет в описании под этим видео. Ну, а начнем мы с вами с телефона, который, несмотря даже на свой скромный ценник, может похвастаться вполне себе флагманским дисплеем. А все дело в том, что Realme 8A получил экран с частотой обновления 120 Гц. И вот среди популярных брендов это самый дешевый аппарат с такой приятной функцией. Все-таки, конечно, без компромиссов не обошлось. И здесь стоит обычная IPS-матрица. А если бы стояло лет, конечно, смартфон стоил бы дороже. Все же, я думаю, что вот претензий не будет даже у самых придирчивых. Ну, а что касается чипа, то здесь уже ситуация, знаете, из ряда могло бы быть и лучше, но и так сойдет. Так вот, за игровую производительность здесь отвечает Helio G96. Ну, и буква G вам как бы намекает, что с играми в этом смартфоне должно быть все в порядке. Но на деле же 8i выдает не самый высокий результат в тестах. И вот тот же, например, Antutu показывает порядка 340 тысяч баллов. И, пожалуйста, в комментариях напишите, какой процессор установлен в вашем смартфоне и как он справляется с играми. Ну, так вы поможете людям, например, в комментариях определиться с покупкой. И подскажете мне, на какие модели смартфонов все-таки стоит больше обращать внимание и сильнее их тестировать в играх. Все же, несмотря на свой процесс, а Realme 8i хватает мощности, чтобы справляться с большинством проектов из Google Play. Ну, а особенно, если взять версию на 6 гигабайт оперативной памяти. Все же, конечно, тяжелые игры типа того же самого Genshin Impact нормально работать будут только на низких настройках графики. Зато, например, у Realme есть еще и игровой режим, который тут называется Game Space. И вот тут можно включить специальный параметр соревнования, который и повышает производительность в играх. И в целом, конечно, небольшой эффект от этих улучшалок чувствуется. Но вот какого-то гигантского прироста не ждите. К тому же, еще можно, например, включить экран мониторинга, на котором отображается уже, например, там загруженность системы или, там, например, частота кадров. При этом с аккумулятором у 8i все нормально. Ведь Realme поставили блок аж на 5000 мАч. Так что, даже если вы много играете, то жить вам возле розетки не придется. Все же игровые бюджетники делает еще и компания Poco. Мало того, они не забывают о таких мелочах приятных для геймеров, которые вам точно понравятся. И на очереди у нас с вами один из самых продаваемых бюджетников Poco M4 Pro 5G. Но все-таки прошлые смартфоны M-серии уже себя зарекомендовали, как такие отличные трубки за небольшие деньги. И вот M4 Pro получился не хуже остальных. Ну, короче, сейчас я вам расскажу, почему вот этот смартфон Poco отлично подойдет геймерам. Ну, прежде всего, вы получите неплохой IPS-экран с частотой обновления 90 Гц, а также еще бонус в виде стереодинамика. И вот могу сказать, что звук здесь даже очень неплохой. Но еще вы всегда сможете использовать наушники, так как мини-джек здесь тоже на месте. Ну и все, теперь без проблем можете хоть каждую ночь, лежа рядом с женой, играть себе на смартфончике. Ну, только главное, не материтесь. Это может быть так, что в игре вас убили, а в жизни ранили. Не надо не благодарить. Подписывайтесь. Да и с процессором Poco тоже не облажались и тоже поставили чип от Mediatek. Ну, как и в Realme. Только вот здесь стоит уже более новый проц из серии Dimensity. Но все же, честно говоря, на практике вот эти вот различия мощности, они как-то минимальны. Зато Poco получил уже более быструю постоянную память. Так что, например, в играх производительность будет все-таки немного лучше. Да, потому что за частоту кадров отвечает и ваш накопитель. Ну да, ведь чем быстрее он будет выдавать нужные файлы из системы, тем быстрее будет прорисовываться игра. И, следовательно, выше FPS. Ну и ясное дело, что здесь есть еще и функция Game Turbo, которая оптимизирует систему и добавит вам немножко FPS в играх. Но все же, опять-таки, чудо прям не ждите. И, кстати, пожалуйста, в комментариях напишите, в какую игру на мобилке вы сейчас играете. Мы тут вот с Русиком собрались сделать топ самых популярных игр для мобильных телефонов. Ну и хотим понять, что сейчас популярно, потому что мы что с Русиком, ну, эти олдскулы. Ну а следующий смартфон, вы знаете, это просто чудо. Потому что это не просто бюджетник от Samsung, а это хороший бюджетник от Samsung. Итак, на время свернем с вами от китайцев в сторону корейцев. И посмотрим с вами на Samsung Galaxy M32. А вот интересен он тем, что стал одним из самых сбалансированных смартфонов компании в прошлом году по цене и характеристикам. Да, поэтому его можно смело рекомендовать как бюджетный вариант для игр. И вот первое, что действительно радует, так это, конечно же, дисплей. Ведь Samsung не стала изменять своим традициям и поставила Super AMOLED. Притом даже не пожадничала еще и на повышенную частоту обновления в 90 Гц. Так что если у вас нет проблем с ШИМ и высокой насыщенностью, то я считаю, что стоит брать. Ведь, как вы знаете, все-таки игры на AMOLED выглядят, ну, получше, чем на IPS. Правда, почему-то корейцы решили, что смартфона вот с таким-то экраном достаточно и процессора прошлого поколения. Так что за игры здесь отвечает Helio G80, который в своей жизни повидал больше, чем многие из вас. Ну, точно не больше, чем я. Ну, тут, я уверен, на 100%. У него так уж точно пол в сельском туалете не проваливался. Все же, конечно, стоит отдать должное, что Samsung неплохо поработали над оптимизацией. Так что в итоге вот этот Galaxy M302 показывает себя не хуже предыдущих Realme и Poco. Да и к тому же, корейцы тоже добавили свой собственный вот этот игровой ускоритель с очень нужными функциями. Ну, то есть можно очистить систему, разогнать процесс, а потом посмотреть, сколько FPS выдают игры. Так что в целом Galaxy M302 это хороший игровой бюджет. А вот следующий смартфон, вы знаете, я вот вообще не хотел брать сегодняшний топ. А потом так посидел, подумал и думаю, что нет, это значит отличный вариант по соотношению цены и качества. Я знаю прекрасно, что уже давно вышел Redmi Note 11 Pro. Но все же я считаю, что Redmi Note 10 Pro тоже не стоит списывать со счетов. Да, ведь он получился настолько удачным, что ничем не хуже нового Redmi, а стоит дешевле. И ведь правда, вот Note 10 Pro хороший вот практически во всем. А особенно, что касается вот развлечений. Ну, например, здесь установлен AMOLED-экран с высокой яркостью и частотой обновления в 120 Гц. А еще ко всему Xiaomi поставила еще и качественные серию динамики. Да и процессор, кстати, тоже не подкачал. И вот этот Snapdragon 732G тянет игры лучше многих смартфонов на Mediatek за эти же деньги. Что вы хотите? Все-таки оптимизация решает. И многие игры все-таки лучше работают на процессорах от Qualcomm. Ну, и к тому же, стоит не забывать, что в магазинах можно найти Note 10 Pro с оперативкой на 6 и 8 гигабайт. Так что с играми проблем точно не будет. Все же вот если говорить об оптимизации, то в этом плане лучше всего обстоят дела у компании OnePlus. И вот следующий смартфон вам может показаться и слабым, но я считаю, что он заслуживает место игрового бюджетника. И вот говоря о производительности и оптимизации, вы знаете, нельзя обойти стороной OnePlus Nord. Притом, по своей сути, он очень похож на предыдущий Redmi. Ну, то есть, производитель старался сделать такой сбалансированный смартфон, у которого, как говорят, куда ни глянь, все хорошо. Ну, и пускай, конечно, Nord получил AMOLED дисплей всего на 90 Гц, но зато, например, процессор у него мощнее, чем у предыдущего Redmi. К тому же на полках можно найти даже версию на 12 гигабайт оперативной памяти. Но даже если вы возьмете версию на 8 гигабайт оперативной памяти, то у вас тоже все будет хорошо работать. Все-таки Oxygen OS не такая тяжелая, как MIUI и отлично показывает себя в повседневной работе. Так что с играми тут все будет отлично. И даже, кстати, получится поиграть в требовательный Genshin Impact. Ну, а следующий смартфон, вы знаете, это такой уже настоящий игровой бюджетник. В лучшем смысле этого слова. И вы знаете, по большому счету вот этот вот Nubia Play разбивает миф о том, что по-настоящему игровой смартфон не может быть бюджетным. Потому что вот эта вот моделька дешевле, чем Black Shark, но при этом все игровые вот эти вот фишечки на месте. И может, конечно, у этого смартфона все-таки немного толстоватые рамки вокруг экрана, но вот сам дисплей вам точно понравится. Ведь это AMOLED панель с быстрой частотой обновления на секундочку аж в 120 Гц. И может, конечно, Nubia Play и не выдавит такой FPS в играх, но при этом отзывчивость дисплея все-таки будет выше, что очень хорошо отразится на каких-то, например, соревновательных играх, типа того же самого Call of Duty. Ко всему на боковой грани есть еще и сенсорные кнопки, как в самых дорогих Rock Phone или Black Shark. Так что вы сможете целиться и стрелять, уже не закрывая пальцами весь дисплей. И, как говорится, нагибать уже по полной. Все же, конечно, в плане начинки, вы знаете, все довольно-таки скромно. Ведь если бы такому дисплею поставили еще и флагманский процессор, то, знаете, смартфон стоил бы просто бешеных денег. Так что ZTE скромненько поставили в этот смартфон Snapdragon 765G, который вот все-таки нужно отдать должное, выдает хорошую производительность и практически, можно сказать, что еще и не троклет. И в итоге большинство популярных игр работают отлично. Ну, и не удивило во всей вот этой вот радости только батарейка на 5100 мАч. Все-таки я считаю, что в игровом смартфоне хочется все-таки батарейку побольше. Ну, минимум, чтоб от 6000. Ну, в целом, вот как для обычного использования, этого более чем достаточно. Так что по итогу можно докопаться только к отсутствию разъема под наушники. Но все же в комплекте есть переходник с Type-C на миниджек, потому проблема, я считаю, что небольшая. Ну, и ясное дело, что никакой топ игровых бюджетников ни в коем случае не может обойтись без Poco X3 Pro. И, знаете, я вообще не перестаю повторять, что это просто уникальный смартфон для вот этого вот ценового диапазона. Ведь за цену в три раза ниже флагмана вы получите процессор флагманской серии Snapdragon, экран в 120 Гц и еще быстрое хранилище UFS 3.1. Короче говоря, полный фанш. И даже стереодинамики есть. Поэтому его бы еще научить прибираться и готовить можно было вообще не жениться. Ну, и обычно, конечно, я критикую камеру X3 Pro. Но, вы знаете, вот в этом случае ее качество вот просто отходит вот на второй план. Все-таки геймерам им уже важнее, чтобы игры хорошо работали. Ну, правильно же? Да и давайте с вами будем говорить честно. Что они там будут сфотографировать? Они же даже на улицу не выходят. И вот в плане игр у этого смартфона все более чем хорошо. И пока вот реально сумели сделать недорогой игровой гаджет. Ведь даже новенький X4 Pro оказался слабее и вообще далек от звания игрового бюджетника. Но хочу отметить, что, вы знаете, в последнее время компания Realme делает смартфоны даже получше, чем пока. И вот следующая модель это доказывает. И может, конечно, Realme GT Neo не получил какой-то самый толстый аккумулятор. Но это все равно отличный выбор для геймеров с ограниченным бюджетом. А все это благодаря тому, что создатели не ломали голову на тем, где сэкономить. На экране или процессоре. И вот по итогу они сумели сделать все это на высшем уровне. И при этом еще и не задрав ценник. Притом смартфон же получился реально без компромиссов. Если, например, в Poco был такой себе дисплей и не самый свежий процессор, то в Neo вас уже не заставляют выбирать между красной и синей таблеткой. Да, все это потому, что в смартфон поставили отличный AMOLED-экран с частотой 120 Гц, а также еще и чип топовый Dimensity 1200. И может, конечно, это не самый мощный Pro в мире, но вот по тестам он мощнее того, что стоит, например, в X3 Pro. Притом здесь также установлен быстрый накопитель UFS 3.1. Так что получается, что это практически идеальный смартфон. Даже, кстати, мини-жек на месте. Но если вы настоящий такой фанат Xiaomi, то у компании Poco есть отличная альтернатива GT Neo, да? Как по цене, точно так же и по характеристикам. Ну, а расскажу я вам о своем любимчике, а именно Poco F3, который, вы знаете, даже спустя год, а все равно не потерял своей актуальности. И поверьте, что сейчас это многого стоит. Потому что сейчас смартфоны настолько быстрые и часто выпускаются, что он становится никому не нужным еще до своего выхода. И вы знаете, на самом деле причин купить Poco F3 много. Ну, вот и я все-таки выделю две. Во-первых, у него один из лучших экранов. Ведь Xiaomi поставили качественный AMOLED, при том еще и с повышенной частотой обновления. Ну, а во-вторых, здесь установлен очень удачный Snapdragon 870, который выдает отличную производительность и при этом еще и не троттлит. Ну, и ко всему у него еще быстрый накопитель, стереодинамики, быстрая зарядка, а также еще и хорошая камера. Так что это не просто отличный игровой гаджет, но и, в принципе, хороший такой смартфон на каждый день. Все же, конечно, лучшим недорогим игровым смартфоном в этом году стал Redmi, которого многие очень сильно ждали. И вот, наконец-то, он вышел. А называется вот этот вот чемпион бюджетного гейминга Redmi K50 Gaming Edition. Я, знаете, сейчас не преувеличиваю, называя его чемпионом, потому что Xiaomi удалось сделать не только мощный и недорогой смартфон, но еще и вставить в него парочку полезных фишек. Ну, как минимум, посмотрите вот на вот этот вот комплектный кабель. А в Xiaomi понимали, что на смартфоне часто будут играть во время зарядки и сделали G-образный штекер. Так что даже если так произошло, что K50 Gaming этот подключен к розетке, то все равно играть удобно. К тому же Xiaomi добавили сюда уже знакомые вам игровые кнопки на боковую грань, а также еще и поставили новый вибромоторчик. Так что играть в тот же самый, например, Reacall of Duty или PUBG будет еще приятнее. Притом играть же можно будет на максималках, ведь в цену вот этого смартфона Xiaomi непонятно как, но умудрились уместить последний Snapdragon 8 Gen 1. И в этот раз китайцы еще и поставили хорошее охлаждение, так что этот смартфон не раскаляется после получаса игры. Ну, а вы уже, нагибая своих противников, следовательно сможете раскалить их пуканы. В общем, если вы ищете себе именно игровой смартфон, то вот Redmi K50 Gaming Edition, ну, это прям вот идеальный вариант. Ну, а если вы ищете, чтобы такого интересного посмотреть, то обязательно посмотрите вот эти вот видео, потому что они не только полезные, но еще и веселые и интересные. Ну, и главное помните, все самое интересное в коробке.